Мы не хмурые, мы просто разборчивые. Как показал опрос, пермики хоть и не готовы улыбаться каждому встречному, но улыбку у них могут вызвать достаточно простые вещи. Солнце, хорошее настроение. Когда я думал, ты делал что-то доброе, может быть. Дети. Выспаться хорошо. И кофе. Все. Улыбаться люди начинают спустя примерно три месяца после рождения. Для младенцев улыбка – это способ сигнализировать, что у них все хорошо, говорят психологи. По мере взросления человека свою улыбку он начинает использовать для налаживания контакта с окружающими. Улыбка является для нас индикатором доверия. То есть человек, который улыбается, больше вызывает доверие, чем тот человек, который находится в хмуром, в таком настроении, с хмурым выражением лица. Кроме того, с помощью улыбки мы можем регулировать собственное настроение. Если, например, день выдался тяжелым, врачи рекомендуют подойти к зеркалу и поулыбаться самому себе минут 5-10. Проблемы, конечно, не решатся, но настроение точно улучшится. Вызвать улыбку у окружающих можно не только шутками, но и комплиментами. Правда, такие приемы будут скорее уместны в окружении знакомых. Но есть один универсальный способ сделать так, чтобы вам улыбнулись. Самый простой способ, конечно же, вызвать улыбку – это улыбнуться самому. Потому что ничто так и не располагает другого человека улыбнуться, как улыбающееся выражение лица другого человека. Статистика уверяет, что 50% людей абсолютно точно реагируют улыбкой на улыбку. И пермики здесь не исключение.